Рисовать сразу всю картинку. То есть надо приучать себя рисовать везде. Вот вы видели, что я все время гуляю по всем участкам. Хотя казалось бы, ну вы рисуете какой-то один. Нет. Чем больше мы видим общую ситуацию, тем легче нам контролировать. То есть от общего к детализации, да. И на каждом участке примерно такой же уровень детализации идет, да? Ну так, там немножко, там немножко, там немножко, там немножко. И оно все сгущается, сгущается содержанием. Это хорошая способность. Ее стоит освоить, эту способность рисовать везде. Очень многие грешат, новички многие грешат. Ну и не только, даже зрелые художники грешат закапыванием в мелочах каких-то, в отдельных каких-то кусках. А ты как-то видишь вот эти, ну 3D, ты как-то представляешь? Просто для меня это нужен закон. Вертикальная плоскость, горизонтальная, вертикальная, горизонтальная. Я их сразу для себя разделяю мысленно. То есть у меня здесь, у многих, кстати, ну вот новобранцев, я же с ними общаюсь. Они никак не начинают мыслить плоскостями. Трудно очень начинать мыслить. Почему рисуют натюрморты в институтах, училищах и прочее? Потому что там сразу плоскости. Плоскости, плоскости. Вот. И это в природе то же самое все из плоскостей. Бывает плоскость травы, плоскость деревьев, плоскость макушек деревьев, да? Это все плоскости с разной формулой освещенности. А теперь как вот с красками, как ты вот знаешь, когда сюда сможем, здесь однако. Как ты знаешь, вот как ты думаешь, что там в начале, как основу, что там? Ну что, ты же помнишь, я бирюзой примерный, примерный цвет этого зашвырил. Голубизной примерный цвет. Зашвырял. То есть бирюзой примерный цвет сначала делаешь? Да, да, да. А потом? Потом как-то вот это, какая логика есть? Тональности. Степень темности. Светлее, темнее, темнее, светлее, темнее. То есть степень и темность сравнивают. Вот помнишь, я проговаривал, что очень важно научиться сравнивать темные и светлые. Не все темные одинаково темные, не все светлые белые. А часто человек неопытный, белым рисует все, что светлое. То есть, если про то, сначала смотришь доминирующий цвет, потом смотришь уже оттенки, потом смотришь насколько тонально с отличием. Да, 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 все правильно. А вот это, где логика? А вот как вот это вот? Или ты поздравишь руке самой водитель? Да, дурачество пальцем. Дурачество пальцем. Они не всегда сразу происходят. Иногда потом приходится их перестраивать, потому что, ну смотришь, ничего особенного не произошло. Но иногда вот буквально какой-то пироэт и красиво уже. Вот пока у нас здесь не произошло. А вот это сколько здесь, ну так, тяжело, конечно, сказать, но сколько процентов. Интуитивно ты позвали? Интуитивно и сколько вот осознанности того, что ты делаешь, вот когда мастихином работаешь. С остальных, конечно, что чисто интуитивно, но когда спрашивают, четкая логика есть. Есть произвол мастихина, есть формула укладки. Я бы даже сказал, что здесь интуитивного почти ничего. Интуитивное происходит, когда пишешь портрет в основном. Когда характер человека, ты его где-то ухватил в каких-то проявлениях тональностей, рисунка, и начинаешь его вытаскивать. И ты вытаскивает даже уже не твой ум, а твоя интуиция. Да, вот пошло-пошло туда, куда надо. А здесь интуитивной работы очень мало. Здесь формула. Формула укладки, формула, ну, гамма-то тональная. А вот эти змейки, ты просто видишь здесь, что примерно Z. Ну да, да, да. А уже потом в рамках этой зоны позволяешь... Да, 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 да. Ну да, может быть здесь проявляется какая-то интуиция, как накопленный опыт. Смотрите, вот размазанности, они тоже соприсутствуют этим белякам. И тоже, смотрите, вот ступень, то есть одна ступень, вторая, третья, четвертая. То есть плоскость пошла сюда, сюда, и вот в этом месте она светится, светится, светится. У начала движения, потому что свет оттуда, и у начала своего движения вот это место светится. То не светится, это светится, то не светится. Вот для себя тоже эти плоскости стоит осмыслить. Здесь тоже идея, некоторая идея ступеней. И тоже ушло, ушло на подъем. Без ступеней оно будет плосковатым. Вот там нет ступени, но может быть стоит ее чуть-чуть обозначить. Вот она, эти две плоскости. Теперь, когда мы уже с этим вопросом решили, мы можем окончательную линию пены уложить. Но у пены есть толщина. То есть мы демонстрируем толщину вот этого куска и даже щель под ковром пены. То есть не только саму толщину демонстрируем, но и даже щель под ковром. Это толщина. Она теплая немножко в цвете. Или так, она мигает. То с синеватостью, откуда синий в тени в солнечный день, я думаю, понятно. Это небо дает рефлекс синего на теневую. Во все теневые. Видео скажу. Значит, место чайки выбрано не случайно здесь. С одной стороны, зрительский взгляд заходит на картину с этой стороны. Здесь она, чайка. Его останавливает и закручивает внимание в себя, в картину. С другой стороны, чайки не место было бы посередине. Любой новичок ставит центральное облако или центральный предмет обязательно в середине. Так вот, место для чайки здесь. Не здесь, а обязательно со смещением. Еще выгодный ход. Это чтобы чайка пересекала, скажем, линию горизонта. Но поскольку нам здесь нужен был портрет, а не так вообще чайка, ну или в данном случае этот бревестник, то мы поставили ее как ведущее звено в картине. Значит, имейте в виду, что ни в коем случае не на середине этого пятна. То есть и не на середине здесь, и не на середине здесь. Ну и здесь очень хорошее солнце, да, и хорошее здесь, то сюда возвращаешься. Но это просто, что композиция хорошая, когда тебя постоянно крутит, заставляет возвращаться, чтобы никуда-то ты не ушел.